Депозиты Со сроком год плюс. Казахстанцы доверяют свои деньги банкам на длительные сроки. Тревожный звоночек для сладкоежек. Производство сахара в стране сократилось почти на треть. Почему отечественный пассажирский транспорт не пользуется спросом у бизнесменов? И какие меры господдержки могут в корне изменить положение на казахстанском рынке? Проанализируем. Об этих и других темах экономики в ближайшие 10 минут. Я Гульнара Жендагулова. Начнем. Казахстанцы в целом доверяют банкам и предпочитают долгосрочные депозиты. Две трети срочных вкладов открыты более чем на год, пишет Рэнкин Кейзет. Совокупный объем срочных вкладов банков-участников системы гарантирования депозитов составил на конец второго квартала 2017 года 7 триллионов 300 миллионов тенге, что на 3,5% больше, чем в первом квартале текущего года и на 5,6% больше, чем годом ранее. Примечательно, что при этом удельный вес срочных вкладов в структуре розничных депозитов за год сократился с 87,4% до 86%. Больше 2 трети срочных вкладов приходится на депозиты сроком свыше 12 месяцев. 5 триллионов тенге – 68%, рост за год на 3,2%. Следом идут депозиты сроком до 12 месяцев – 2 триллиона тенге, что лишь на 0,2% больше, чем во втором квартале 2017 года. На депозиты сроком до 6 месяцев приходится только 35 миллиардов 300 миллионов тенге, что на 59,1% меньше, чем в прошлом году. Депозиты на срок до 3 месяцев составили 296 миллиардов 900 миллионов тенге. Рост за год в 5,6 раза. Производство сахара за январь-сентябрь составило всего 180 тысяч тонн, что сразу на 25,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Заметим, начинался год крайне оптимистично. Так, показатели за январь-апрель обгоняли прошлогодние почти на 82%. Однако затем динамика изменилась. Такие данные публикует аналитический портал Energy Prom.KZ. По традиции, наибольший объем выпуска сконцентрирован в Жамбылской области. Впрочем, здесь производство снизилось на 32,3% за год и составило лишь 134,4 тысячи тонн. Еще 23,2% обеспечили производители Алматинской области. Здесь, напротив, отмечен рост. Производство за три квартала составило уже 41,2 тысячи тонн. Это на 5,7% больше, чем годом ранее. Производство автобусов в Казахстане. Несмотря на то, что автопарк отечественных перевозчиков сильно изношен, последние не спешат покупать продукцию местных автозаводов, отдавая предпочтение иномаркам. Почему отечественный пассажирский транспорт не пользуется спросом у бизнесменов и какие меры господдержки могут в корне изменить положение на казахстанском рынке? Об этом в нашем аналитическом обзоре. В Казахстане разработали комплексную программу развития автобусных перевозок, согласно которой отечественные перевозчики смогут закупать автобусы местного производства по льготным кредитам. Начиная с этого года государство выделяет 10 миллиардов тенге по займам на закупку пассажирского транспорта по сниженной процентной ставке. Уже в следующем 30 миллиардов тенге и по 35 далее. Таким образом, по расчетам правительства, до 2025 года автоперевозчики смогут закупить 16 тысяч новых автобусов как на городские, так и на междугородние, межобластные и международные маршруты. Сегодня автобусный парк Казахстана на 80% изношен и требует замены. Средства осваиваются на револьверной основе, поэтому на сегодняшний день министерством оказываются все возможные меры для обновления автобусного парка, для развития производства автобусов. Револьверный – это означает освоение средств по мере возвратности. То есть как предприятия, которые взяли свои займы, они возвращают его и в мере возвратности они далее заново, вторичные осваиваются. Эта программа является очень, как сказать, выгодной для наших отечественных перевозчиков, потому что здесь очень льготные условия установлены. 7% – это ставка вознаграждения, до 7 лет предоставляется лизинг, и первоначальный взнос составляет 15% от стоимости лизинга. На сегодня в республике автобусы производят 4 предприятия. Их мощности расположены в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и городе Алматы. Продукция «Автопрома» соответствует регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, а также соответствует экологическому стандарту Евро-5. На базе отечественных предприятий идет сборка автобусов как с бензиновыми двигателями, так и с установками на газу и даже электроавтобусы. При этом уровень локализации казахстанских комплектующих в среднем составляет треть, от импортных. В некоторых моделях эта доля доходит до половины. К сожалению, вопрос производства комплектующих у нас вопрос номер один. На данный момент производством комплектующих предприятий не занимается. Получается, у нас все импортные. Однако на сегодняшний день процент локализации составляет 35-40% в автобусе. И постепенно, ежегодно эта доля растет у нас в планах довести до 50%. То есть в основном это у нас сейчас сборка, покраска кузовов и сварка кузовов. К сожалению, на данный момент очень трудно конкурировать. Почему? Потому что если взять в процентах, то предприятия где-то покрывают 30% потребности, остальное 70% это импорт из других стран. В основном это из Китая. По причине того, что китайские автобусы, они дешевле наши. Как отмечают эксперты, производство автобусов в Казахстане растет. Если в 2015 выпустили около 300 единиц, в 2016 уже 360, то за прошлый год около 650. В 2018 намерены закрыть год показателями предыдущего. Производственная мощность автобусов позволяет выпускать 1200 автобусов в год. Но, однако, сейчас эти предприятия загружены лишь наполовину. Поэтому в продажах, если говорить, ну, рост есть, но он небольшой. В основном покупают автобусы по госзаказу госорганной. Со стороны автопарков это очень пока не спрос у них. Приведем цифры из реализованных автобусов за прошлый год в Казахстане. Только каждый третий был отечественной сборки, остальные – импортные. В этом году, несмотря на рост продаж пассажирского транспорта, доля отечественной продукции составляет 14%. И главный сдерживающий фактор – это цена. Наши автобусы, они соответствуют всем международным стандартам. То есть они оснащены системой ГЛОНАСС. Есть камеры видеонаблюдения, как внутренние, так и снаружи. Есть подъемники, вот пандус, если вы заметили, для лиц с ограниченными возможностями. Это очень удобно. Для колясок тоже очень хорошо. Потом я хотел бы отметить, что вы заметили сейчас, в каждых смартфонах есть приложение, называется Астробас, которое можно отследить, скачать на телефон, установить и отследить, где ваш автобус сейчас находится, где он едет. То есть это очень удобно в зимнее время. Не надо стоять на стовке, мерзнуть. Зашел, посмотрел. Стоимость отечественных автобусов начинается с 15 миллионов тенге и в зависимости от комплектации доходит до 50 миллионов. Несмотря на хорошее качество, пока на рынке господствуют импортные модели за счет более низких цен. Между тем, отечественные автопроизводители осваивают рынки близлежащих государств. Так, в прошлом году на экспорт в Российскую Федерацию ушла партия из 20 автобусов. Сейчас ведут переговоры на поставку наших машин в Афганистан и Таджикистан. Но главная все-таки задача освоит собственный рынок, который требует существенного обновления. И, возможно, государственная поддержка по льготному кредитованию бизнесменов на покупку автобусов местного производства подстегнет отрасль к бурному развитию. Это была «Экономика». Программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. У меня все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова